Пам-пам Всем привет, я Руслан Сочев Сегодня я вам расскажу о самых интересных событиях, которые Сотрясли наш мир за последние несколько дней А спонсор сегодняшней программы Сбрасывание инвайдов с моста И все не так плохо, как звучит О, блядь О, блядь Распространен такой стереотип, что ученые задроты То есть у них нет личной жизни Они не следят за собой, толстые, не знаю, там Очкарики, заросшие все такие И знаете, походу это правда Ну, по крайней мере, тот парень, который я вам сейчас покажу Он сделал робота-парикмахера, который его постриг Я не буду обсуждать то, что робот очень плохо стрижет То есть плохо на уровне поп-групп 90-х Интересна сама конструкция робота Вот это вот женское лицо, этот голос, который как бы командует всем происходящим Мне жутко интересно, сколько у этого парня, который для того, чтобы не идти на улицу, не общаться с людьми, создал робота-парикмахера Сколько у него еще роботов в спальне стоит с этим женским лицом Если у кого-то из вас есть твиттер У меня он точно есть То, может быть, вы слышали о хэштегах Это такие специальные слова-ссылки с решеткой в начале Она как это называется, в типографии я не помню Эта решетка, добавленная перед любым словом автоматически, превращает его в ссылку на результаты поиска по этому слову То есть такой удобный способ организации контента внутри твиттера Самые популярные слова и хэштеги попадают в тренды И вот с недавних пор, эти самые тренды стали доступны в России То есть можно посмотреть, какие слова чаще всего используются в России А я отдельно там в Санкт-Петербурге, в Москве и в Новосибирске В связи с чем я предлагаю новую рубрику для Usage Today Я буду каждый раз вам предлагать какой-нибудь новый хэштег тематический Вы будете его использовать в своих твиттерах И потом лучшие варианты я буду выбирать и зачитывать в следующем выпуске В качестве первой попытки я предлагаю вам хэштег Нужен такой закон Все, что вам нужно сделать, это отправить в твиттер сообщение Где написано решетка, нужен такой закон И дальше, собственно, какой вы закон хотели бы увидеть в нашей стране Я, например, считаю, что нужен такой закон, который запрещает Да, я начинаю с запретов, с негатива, ну что поделать Который запрещает новости, сериалы, фильмы, реальти-шоу На всех телеканалах, со словом музыкальные названия На музыкальных каналах должна быть музыка Пишите в твиттер свои варианты правильных и нужных законопроектов Я отберу их и в следующем выпуске лучше их зачитаю Федор Емельяненко, четырехкратный чемпион по смешанным единоборствам Богатырь и последний император его зовут До конца года собирается открыть 20 магазинов фирменной одежды Если вы считаете, что Кира Пластинина это одежда для девочек А это одежда для девочек Что бы там ни говорил один мой бывший сокурсник То теперь у вас есть альтернатива Одежда от Федора Емельяненко Его победы и поражения ведь никак не скажутся на продажах В любом случае они подскочат Допустим, Федор победил Все радостно побежали и купили его фирменную одежду Федор проиграл, все гневно побежали, купили его фирменную одежду и сожгли ее Но с другой стороны я сомневаюсь в успехе всего этого мероприятия Потому что сравнивая с той же Кирой Пластининой У Федора Емельяненко нет отца молочного миллиардера Который будет вливать в это бешеные деньги Несмотря на то, что одежда говно Я надеюсь, что у вас сейчас есть понимание того, что я сильно привлечил некоторые аспекты этой новости Конечно, Федор Емельяненко не будет проектировать и шить собственную одежду Там будут максимум футболки с его изображением Все остальное будет в поддержке других спортивных брендов Просто какой-то бизнесмен эксплуатирует популярное имя спортсмена А Федор себе хотя бы новую плазму купит То есть, в принципе, все счастливы, все довольны Ну, только Монсона свистали Правительство недавно не поддержало введение налога на роскошь Соответствующий законопроект предложил Сергей Миронов Если вы помните, этот человек недавно номинировался на президента и сильнее всех обожался Налог на роскошь Если ты покупаешь что-то дорогое Недвижимость, транспорт Ты платишь с этого дополнительный налог Это очень популярная реформа, еще обсуждается прогрессивный налог Чем больше ты получаешь, тем больше ты платишь Это же справедливо, да? Нет, это не справедливо Это нелогично и не имеет смысла, кроме зависти Зачем наказывать человека за то, что он заработал себе на желтый хаммер Допустим, и катается на нем по городу Можно наказывать за желтый хаммер, который приносит больше вреда атмосфере, чем какой-нибудь там деу-матист Но зачем наказывать налогами человека за то, что он больше и лучше работал Но сраные богачи все наворовали Так при чем тут налоги? Да, допустим, некоторые из них незаконно обогатились Так есть другие способы их наказать Не знаю, в тюрьму посадить Но судебная система не работает Да, отсюда они откупятся, а налоги вот обязательно платить будут На самом деле можно предложить простую налогу, которая убирает всю эту классовую ненависть В каком-нибудь хозяйстве самый богатый урожай среди соседних хозяйств Введение налога на русский или прогрессивный налог предполагает, что раз у тебя урожая больше, чем остальных То ты должен со всеми поделиться Коммунизм, я считаю, что, конечно, должна быть возможность поделиться с окружающими Хоть все раздать, но это должен быть личный выбор человека Не знаю, может быть, конечно, не прав И кто-то из вас сможет переубедить меня Попробуйте, не знаю, напишите в комментариях свои мысли по поводу налога на роскошь Или прогрессивного налога Должны ли богатые люди, которые своим трудом заработали, платить больше, чем остальные? У продюсера Веры Брежневой, есть такая певица, случился резкий приступ к хитрожопости И она пытается на собственное имя зарегистрировать псевдоним певицы Причем даже не на музыкальный лейбл, а чисто на себя Видимо, она такими авторскими кандалами надеется приковать к себе певицу навсегда Если кто-то из вас знаком с авторским правом, то вы должны знать, что вот это как бы полная херня Псевдоним придумал жить артисту Кто бы ни придумал словосочетание Веры Брежнева, всегда может выступать под этим псевдонимом Это вот ее законное право Максимум, чего лишает продюсер в данной ситуации, это, не знаю, Вера Брежнева Певица не сможет продавать печенье с названием Вера Брежнева На самом деле, все это фигня, потому что новость меня заинтересовала по одной причине Из нее я знал, что настоящая фамилия Веры Брежнева сейчас Киперман То есть дама очень удачно вышла замуж, и я думаю, без всяких печенек отлично проживет Про евреев я пошутил Можно заканчивать С вами был Руслан Усачев, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте И знаете, я в последнее время начинаю думать, что нужно вести прям регулярную рубрику С разными роликами с видеорегистраторов из России Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok